Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в студии Милёша Хакимова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В уни-клинике Казанского университета проходит последний этап подготовки к открытию крыла для больных коронавирусом. Наш корреспондент побывал в пока еще готовящемся госпитале и готов поделиться тем, что там происходит. Будет ли вторая волна коронавируса, никто не знает. Однако, как говорится, предупрежден, значит защищен. И легче предупредить события, тем самым защититься от них. Именно поэтому в университетской клинике Казанского университета начался финальный этап подготовки к открытию так называемого ковидного крыла. Это сделано для того, чтобы в момент, когда ситуация возможно ухудшится и наплыв пациентов, болеющих коронавирусом, будет все расти, клиника смогла подготовиться и дать отпор ненавистной инфекции. Разделить госпиталь на две зоны, красную и зеленую, это еще полдела. Очень важно проработать организационные моменты. Наблюдение за пациентом, условия содержания, а также необходимое лечение. В уни-клинике Казанского университета совсем скоро откроется крыло для больных ковид-19. По просьбе руководства республики, премьер-министра и министра здравоохранения, этот госпиталь был достаточно быстро развернут на площадке нашего терапевтического корпуса по адресу Шмидта. И вчера мы начали первый прием в пациент. По словам врачей, больницы, как и персонал, полностью готовы к открытию. Осталось доделать только несколько вещей, такие как установка камеры в остальных палатах и закупоривание вентиляций. Само крыло будет разделено на красную и зеленые зоны. Сделано это так, чтобы врачи и пациенты не пересекались друг с другом, находясь в каждой зоне. При помощи видеокамер врачи смогут наблюдать за состоянием пациентов и в случае необходимости оказать нужную помощь. На данный момент в ковид-крыле оснащены 80 койко-мест для пациентов. В случае необходимости это число можно увеличить до 110. Каждый имеет кислородную точку, возможность оксигенотерапии, потому что пациенты, которые требуют стационарного лечения на сегодняшний день, это пациенты кислородопотребные, кислородозависимые. И поэтому проведена большая работа по подводке кислорода, создание точек у каждой койки для каждого пациента. Сама же красная зона это отдельное помещение в госпитале, куда может заходить врач-эпидемиолог, полностью одетый в защитное обмундирование. Время нахождения в красной зоне строго отслеживается, когда врач вошел и когда он вышел. К слову, находиться в красной зоне могут только сотрудники временного инфекционного госпиталя. Сотрудники выходят через специальный шлюз, где они по существующим стандартам проходят обработку и снятие средств индивидуальной защиты. Для того, чтобы это было безопасно для самого сотрудника, так и для сотрудников, которые находятся в зеленой зоне. Пока что трудно сказать, будет ли вторая волна ковида и сильный наплыв пациентов. Однако униклиника КФУ полностью готова к развитию любых событий, даже сложных. И ковид-крыло может начать функционировать по первому требованию. В Казанском университете прошли кадровые перестановки. О том, кто пришел на должность директоров некоторых институтов и почему так произошло, смотрите в нашем следующем сюжете. 22 октября в Императорском зале Казанского университета состоялась торжественная церемония подписания трудовых договоров с директорами основных структурных подразделений вуза, избранными на новый срок. Структурными подразделениями являются наши институты. Хочу сказать, что их срок полномочий, он связан с сроком полномочий ректора. В апреле месяце ректор университета «Ваш покорный слуга» был переназначен правительством Российской Федерации на пятилетний срок и, соответственно, истек срок действия контрактов с директорским корпусом. Было принято решение продлить на полгода приказом ректора полномочий всех директоров института, без исключения, что было мной и сделано, в надежде, что осенью ситуация улучшится и мы сможем более спокойно провести процедуры новых выборов. Переизбрание прошло с изменениями. По результатам отбора конкурсно-аттестационной комиссии химический институт имени Бутлерово возглавил Иван Стойков, институт физики Дмитрий Таюрский, институт вычислительной математики и информационных технологий Дмитрий Чекрин сроком на один год. Год – это год испытаний, как мы говорим. Это достаточно два молодых человека, которые состоялись уже, когда университет стал федеральным. У них очень хорошие показатели, как наукометрические, так и возможности работать с индустриальными партнерами. А в институт физики назначили человека, который имеет огромный опыт работы как в составе университета, так и за пределами нашей страны. Также на мероприятии выступил проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиулин. Он подвел итоги деятельности университета за последние 10 лет, а также представил план по развитию вузов в будущее. Вы увидите, что те задачи, которые мы ставим и на 2025 год, и на 2030 год, как требует новая программа стратегического академического лидерства, то есть они вполне достижимы. Диана Шлинкова, Ленарда Влетьяров, Арицехи Туглы, Универньюс. Как повлияла пандемия на российскую экономику? В какой новой реальности нам приходится жить? Эти вопросы обсуждаются в рамках 13-й школы экономического анализа, подробнее о которой расскажет наш корреспондент. В Казани проходит 13-я школа экономического анализа Ассоциации независимых центров экономического анализа при поддержке фонда президентских грантов. Одним из соорганизаторов этой школы выступил Институт управления экономикой и финансов Казанского университета. В этом году главной темой 13-й школы стала экономика в условиях пандемии. Школа экономического анализа – это выступления известных общероссийских экспертов, региональных экспертов, их лекции, естественно, по наболевшим проблемам, затем конкурс студенческих работ и несколько круглых столов. Одним из спикеров стал Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по теме бюджетной политики в условиях пандемии. В условиях кризиса 2020 года она, бюджетная политика, приобрела некоторые новые черты. Мы столкнулись как раз с тем, что нужно было очень оперативно решать антикризисные меры и находить на это бюджетные средства для их обеспечения. Собственно, об этом и будет моя сегодняшняя лекция. Владимир Климанов также отметил, что ко второй волне пандемии экономика России готова лучше, но есть и определенные трудности. Скорее всего, вторая волна нас, конечно, захлестнет, но понять, насколько будет она глубокой, никто, наверное, не возьмется, не может предсказать этого. И в этой связи вот как раз фактор неопределенности, который сейчас сложился, он является, пожалуй, самым негативно влияющим на развитие ситуации. Также спикеры отметили высокий уровень организации мероприятия Казанским федеральным университетом. Я, например, уже послушал лекции, которые были в онлайне вчера, и могу сказать, что уровень очень высокий. Надеюсь, что и вот последующая организация, которую я здесь почувствую, она тоже будет на очень высоком уровне. Астероид с размером с холодильник приближается к Земле. Может ли этот космический объект повлиять на выборы в США? Расскажем в нашем следующем сюжете. Американский астрофизик Милда Грайстайсен сообщает в своем инстаграм, что Земле приближается астероид размером с холодильник. Скорость космического объекта составляет 40 тысяч километров. Этот астероид пересечет земную орбиту за один день до выборов президента Соединенных Штатов. Так сойдутся ли звезды? Наш эксперт расскажет об этом. Я хочу сказать следующее, что так как координаты падения неизвестны, то может повлиять только в единственном случае, если упадет там где-то рядом, где происходит вот это вот голосование. На самом деле вероятность такого падения практически ничтожна. Где это произойдет? Это все гипотеза. Если даже это произойдет, то это не означает, что будет где-то рядом, где проходят выборы, и разумеется, никакого воздействия на них действия, вот говорю еще раз повторяю, не упадет непосредственно на урну с голосованием, не произойдет. По данным космического агентства НАСА, астероид прилетит в 384 тысячах километрах от Земли 2 ноября в 18.22 по московскому времени. Вероятность столкновения составляет 0,4%. Поэтому мы уверены, никакого урона Земле нанесено не будет. Ленардо Влетьяров, Илья Андреев, Универ Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин